Привет, друзья! Сегодня у нас очередная история из сети. Но прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. А также оставьте свое мнение в комментариях. Ну а мы начинаем. Кортни Бейли из Айдаху обнаружила маленького котенка под фонарем на парковке возле своего дома. Плач котенка было слышно издалека. Видимо, кто-то совсем недавно выбросил ее из машины и в результате чего она получила травму. Кортни попыталась подобраться Крис, но та в страхе отскочила. Мне понадобилось некоторое время, чтобы ее выманить, а как только я это сделала, она немедленно перестала жалобно мяукать и замурлыкала. Девчонка была просто кожа до кости. Весила не больше 700 граммов. У нее было ужасное обезвоживание, глазная инфекция и запущенное заражение мочевых путей, которое причиняло ей много боли. Кортни с родными потратили целый день, пытаясь отпоить костлявого детеныша и немного наполнить едой ее худой животик. Полезная пища, питье и глазные медикаменты сделали свое дело. На следующий день ей стало намного лучше. Но не успели все толком порадоваться таким улучшением, как вдруг котенок практически перестал двигаться. Она так ослабела, что больше не могла ни есть, ни пить. Кортни непрерывно думала, что же ей теперь делать, как не дать маленькой умереть. «Несколько ночей подряд мне казалось, что я уже теряю ее. Но рис очень сильная. Теперь я в этом не сомневаюсь». Спустя множество сеансов принудительного кормления, отпаивания и порции антибиотиков, уже сложно было поверить, что когда-то она была так серьезно больна, говорит Кортни. В один прекрасный день женщина как обычно готовила лекарства, когда рис внезапно встала на лапки и пошла. Маленький боец вернулся чуть ли не с того света. Это был праздник для всей семьи. Котенок уверенно пошел на парковку под опекой любящих людей. День за днем ее больной глаз потихоньку округлялся. Она начала набирать вес и превращаться в игривого беззаботного ребенка. Каждое утро она просыпается и сладко подтягивается одновременно со мной. У нее сложился ритуал. Провожать меня в ванную после завтрака и играть в раковине, пока я собираюсь, делится Кортни. Когда рис совсем окрепла, ее представили четвероногим старожилам, коту и псу. Кота красосмокинг по кличке Сэр взял малышку под свое крыло, а ее яркий темперамент так и светится изнутри. Она начала носить вещи по дому. Однажды ночью она пригласила нас на ужин. Закинула одну из своих игрушек в миску со спагетти, будто предлагает обмен. Всего за месяц рис удвоилась в размерах и утроила свою индивидуальность. Отныне маленькая кошечка с удовольствием хозяйничает в собственном доме. Рис превратилась в прекрасное создание с густой шерстью и очаровательными кисточками на ушах. Кортни дала малышке дом, который был ей так необходим. В ответ котенок стал для женщины верным другом и компаньоном.